Всем моим зрителям огромный привет! Меня зовут Яна Ройл, и если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на моем канале. Все новогодние праздники уже позади, а у меня, как всегда по традиции, после нового года на канале видео с распаковкой посылок. В этом году их целых две, как и в прошлом, как и в позапрошлом. Одна из Германии, другая из Копчагая от маминых подруг. Я решила снять распаковку этих посылок в одном видео, так как они пришли нам в одно время. Поэтому давайте вместе посмотрим, что же там внутри, какие чудеса и волшебство нас ожидают. Если вам интересно такого рода видео, то оставайтесь со мной. Ну что, поехали? Как всегда покажу вам, что нам придется открывать. Это два больших пакета. Пакет номер раз. Ух, еще такой тяжелый. И пакет номер два. Конечно, эти посылки не пришли нам в пакетах, но коробки, к сожалению, после почты, после дороги не уцелели. Поэтому пришлось их переложить просто в обычные большие пакеты. И также коробка. Я, кстати, так же, как и вы, совершенно не зная, что же там внутри, не смотрела совершенно. Хотела так же для себя, как и для вас, сохранить интригу. Поэтому давайте поскорее начнем. Сначала я решила доставать из немецкого пакетика все подарочки. И первое, что мне нащупалось, это елка. Я сижу на фоне елки и показываю вам елку. Посмотрите, какая прелесть. Это необычная елка. Как я поняла, это ленты для декорирования подарков. Просто сделаны они в форме елочки. Тут есть бантики, которые можно прикреплять на подарочки. И ленты, при помощи которых можно упаковывать подарочки. Очень милая и хорошая идея. Влада очень любит различные упаковочные обертки и ленты. Поэтому ей это очень пригодится. Или себе заберу, чтобы на следующий год кому-нибудь упаковывать подарки этими лентами. Далее здесь какой-то Дед Мороз. Я даже не знаю, что это такое. В пластиковой коробочке Дед Мороз и для чего он нужен, непонятно. Я думаю, нам придется его открыть и посмотреть. Так, он весь трясущийся. Возможно, это танцующий дед. Все-таки я думаю, что это не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Он подзаряжается от света и солнечной энергии и задорно танцует. Следующее, то, что я достаю из пакета, тоже очень милое. С красивым красным бантом. Это рождественские подсвечники с красивыми узорами расписными и с свечками-таблетками, на которых нарисованы снежинки. Очень-очень мило. Подсвечники всегда нужны, потому что тот, который я снимала в новогоднем видео, Санта-Клаус несет бутылку, к сожалению, разбился. Точнее, кошки разбили, сбросили со стола. И это очень печально. Сейчас я зажигаю свечки-таблетки и ставлю просто на стол, потому что подсвечника у меня нет. И когда эти свечки-таблетки мы используем, можно будет также обычные туда вставлять. И это очень здорово, потому что у меня их очень много. Поехали дальше. И, ой, я помню эти кукисы, рождественские печеньки. Очень вкусненькие печеньки с характерным рождественским вкусом. С пряностями, с имбирем, как имбирные печеньки. Очень мягкие и покрыты шоколадной глазурью. Здесь даже написано Winter Trom. На немецких коробках никогда ничего не найдешь по-английски даже. Здесь всегда все по-немецки. Но даже через коробку, даже через целлофан я чувствую этот прекрасный запах. С чаем самое то. Следующее, что я достаю, нам уже присылали как-то в одной коробке. Это ириски немецкие. Они называются Toffee Melange. Здесь ассорти ирисок. Таких же, как у нас, самые обычные ириски, только немецкие. И размер у них чуть больше, чем у наших. Здесь различные вкусы. Есть и кофейные, и шоколадные, и ванильные, и с лесным орехом. И вкусняшки еще те. Новый год уже закончился, а запас новогодних конфет все не кончается, не кончается. И вот еще и прибавление рождественских немецких ирисок. Поехали дальше. Оу, что-то новенькое. Такого еще у нас не было. По-моему, это конфетки. Написано Ямайка Ром. То есть, это ромовые конфетки, скорее всего. И также они немецкие и рождественские. Здесь ничего не написано по-английски. И это очень грустно. И, кстати, употребить до 15 апреля. Надо побыстрее съесть, потому что осталось тут всего 3 месяца. Тоже, чувствую, пахнет очень вкусно. И это та же самая фирма, что и рождественские печенья. Winter Traum, если я правильно читаю. Достала следующий мимими подарок. И это рождественские салфетки, на которых нарисованы Christmas cookies. Здесь и елочки, и колокольчики, и сердечки. Все это красиво расписано. На следующий Новый год отлично подойдет к рождественскому столу. А здесь еще одни салфетки очень необычной формы. Редко встретишь такие вертикальные удлиненные салфеточки. Очень красивые, золотые, прям золото-золото, богатый цвет. Со звездочками. Их можно также не обязательно на Новый год и Рождество. И на обычный праздник, и на старпати, и на день рождения. Классно. Еще один рождественский сапожок в нашу коллекцию. Очень милый. С Дедом Морозом. И написано Merry Christmas. Нужно повесить около камина, например, над камином. Или, как мама, около елки, развешивает все новогодние носочки. Все для новогоднего настроения. Поехали дальше. И, как я понимаю, это лилия. Необычная лилия. Здесь зубочистки. То есть, это как подставка для зубочисток. В виде лилии. Очень мило. И цвет красивый, салатовый. Все, как я люблю. Ух ты! Сладости мы уже разобрали. А чем запивать-то? Вот и рождественский чай. Это глинтвейн, как здесь написано. И вроде как написано, что он безалкогольный. Здорово! Я как раз маме подарила стаканчик новогодний наподобие этого. Можно будет тот чаечек заваривать именно в этом стаканчике. И будет отлично. Также, как я вижу, здесь написано, что этот чай веганский. Не содержит глютена и не содержит лактозы. Отлично. Натуральный. Глинтвейн. Безалкогольный. Надо попробовать. Прям сегодня вечером уже хочется открыть эту коробочку. А на очереди еще один рождественский чаек. В необычной упаковочке. Внутри чай. Как вы можете видеть, здесь различные лепестки, кусочки ягод и фруктов. Все, что я могу вам сказать, что здесь написано, это апфель, яблоко. Единственное слово. А, ананас, сахар. Все, что я знаю. Очень здорово! Как все-таки классно! В Германии с этим всем обстоят дела. То есть всего столько много рождественского, новогоднего и самого классного того, что у нас не продают. Фруктовый чай, как написано на упаковке. Я правда не знаю, что это такое. Написано Zimt Ceylon. Ceylon это чай, я это точно знаю. Какой-то подозрительный, странный пакетик. Здесь порошок прям мелкая-мелкая пыльца. То ли это какой-то напиток чайный, то ли что. Zimt это слово, наверное, есть ключевое. Описание, что же это такое. Ну, интересный порошочек. Нужно будет воспользоваться немецким переводчиком и посмотреть, что же все-таки это за порошок. Вау! Вот это прелесть! Вот это здорово! Классно! Ребята, здесь упаковочка, в которой формочки специальны для того, чтобы на капучино сверху делать красивые узоры. Классно как! То есть посыпать корицей молотой или шоколадом молотом. Здесь есть сердечко, здесь есть звездочки и здесь есть цветочки. Классно! Ну все, это я точно у мамы заберу, потому что я иногда делаю капучино дома и мне это очень пригодится, потому что я всегда хотела делать красивый кофе. А когда дело доходило до магазинов, где можно такое купить, я всегда забываю, что мне это нужно и никогда не могу купить из-за того, что у меня дырявая память. Это мне понравилось больше всего. Вау, какой домик милый! Посмотрите! Ну что за милашество! Обожаю открывать немецкие и европейские посылки, потому что они всегда наполнены каким-то волшебством и необычными предметами. Здесь также я вижу на английском языке написано. Это коричневый пряник, покрытый 28% шоколадом. Вау, это вообще милашество! Так, а мы высвободим его из домика, интересно, как-нибудь, чтобы показать. Ах! Ммм, как пахнет! А, здесь такие же печеньки в форме сердечек, которые мы с вами рассматривали уже в отдельной коробочке. Очень мило! Тут можно даже, наверное, разукрасить всю эту коробочку разноцветными фломастерами и карандашами. И сделать ее более яркой и праздничной. Прелесть! Пакет из Германии мы разобрали. И осталась только коробка, которая не поместилась, конечно же, в пакет. А здесь елка, лет елка. Давайте ее откроем. Вот такая прелестница. Очень необычно выглядит. Как обычная пластиковая штука. Но когда она будет светиться, наверное, будет выглядеть лучше. Но пока я не могу ее включить, так как здесь, наверное, нет батареек или где-то нужно снять предохранитель. Но смотрится очень мило. Если смотреть на картинку... А, конечно, здесь еще есть батарейки. Поэтому мы не смогли ее включить. Если смотреть на картинку, то она замечательно будет выглядеть, когда я сейчас ставлю в нее батарейки. Та-ру! Моменты стены. Вау! Как красиво светится елочка. И даже не видно, что она немного поломана. Мне кажется, идеальный вариант для новогоднего интерьера. А также она будет отлично смотреться в кадре для видеофотографий в новогоднем стиле. К сожалению, из-за почты и из-за плохого обращения с посылками она немножко поломалась. Очень плохо. Но можно поставить так, чтобы не было видно той стороны. Или немножко заклеить. Ну, и будет она смотреться намного лучше. Вот такие у нас прекрасные рождественские подарки из Германии в этом году. А теперь пришла пора открывать вторую посылку из Копчегая. Давайте я что-то достану в первую очередь. И это у нас... Аааа, кьют! Посмотрите! Рождественская тарелка! Представляете? И это из Копчегая. То есть у нас также такое продают. И не в столице, а в Копчегае. Копчегае. Это даже не столица. И даже не большой город. Очень мило сюда можно класть рождественские печеньки. Аааа, просто замечательная тарелочка. С Дедом Морозом и с подарками. Та-ра-та-дам, та-дам! Чай. Иван-чай. С липовым цветом. Медовый, цветочный. Хм, какой прикольный. Конечно, он не новогодний, но тем не менее, довольно-таки красивый и замечательный. Я думаю, нет таких людей, которые не любят пить чай. Правда, некоторые любят обычный черный. А я люблю экспериментировать фруктовые, цветочные, тизаны. Очень интересные. Написано, что этот чай с мятой, с душицы, с чабрецом, ферментированный. Отлично. Ааа, также с другой стороны написано с таволгой, со смородиной, с вереском, зеленой. Таволга, я правда не знаю, что это, наверное, тоже какая-то травка. И очень прикольно, если посмотреть, какие там различные лепесточки и цветочки. Я вижу чабрец и липу, например. Зеленый чай. Здорово. Поехали дальше. Ааа, пришла пара маленьких пакетиков. Все как всегда. У маминой подруги так всегда. Маленькие пакетики, и в них что-то долежит. Давайте посмотрим. Ооо, это новогодние полотенца, что ли? Ааа, какая прелесть. Ух ты. Собачки, год собачек, поэтому везде собачки красивые какие. И второе полотенчико у нас синенькое. Ага. Ух ты. Оно просто разных цветов. А, и Дед Мороз, кстати, тоже разный. Здесь он без собачки. А здесь он с собачкой. Хммм. Опять пакетик. Ваааа, вау, 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 вау. Тяжеленький, хоть и маленький, но там очень много всего. Давайте его опустошать. Шоколад дав с молочным фундуком. Чувствую этот пакет со сладостями. О, как и в прошлом году, миндаль в сахаре. Прикольный пакетик. Кстати, очень вкусный миндаль. И пакетик довольно-таки оригинальный, необычный, приятный. Также здесь миндаль глазированный или глазированный. Из той же серии. Рахатовские конфеты, самые вкусные. Мы всегда так говорим. И арахис в сахаре. Этот пакетик менее необычный, но это не значит, что арахис менее вкусный. Он очень вкусный, реально. Следующий маленький пакетик. Открываем, смотрим, по одному вытаскиваем. О май гад, это все ручная работа. Как всегда, боже, с каждым годом все прекраснее, прекраснее. Это сладкая парочка снеговичков, которые держатся за ручки, веточки и несут новогодние елочки. Все это сшито и вышито вручную маминой подругой. Бисер, пайетки, вышивка, детали. Все это очень тонкая ювелирная работа. Настоящее искусство. Посмотрите, какая красота. К сожалению, кусок материала для моего видео был поврежден. Поэтому остальные подарки я вам покажу без своего лица, но с озвучкой. Это совушка ручной работы до невозможности милая. И выглядит, как живая. А крошечный фонарик просто сводит меня с ума. Ценный подарок. У меня в руках баночка с маленькими жемчужинами. Это соль для ванны для домашних спа-процедур от марки Домашние рецепты. Запах непередаваемый. Сказано, что соль омолаживающая. Так и хочется принять ванну и насладиться процессом. Также в посылке была зубная паста в интересной упаковке от марки Рецепты Бабушки Агафьи. Она натуральная, солевая, содержит 5 масел. Еще один продукт от марки Рецепты Бабушки Агафьи. Масло для тела на основе ягод с северной морожки. Как красиво звучит. Никогда не использовала масло для тела, но тут захотелось попробовать. Еще немного еды. Что тут у нас? Финики. Полезная и вкусная сладость к чаю. Заменит любые конфеты. И последняя вещь, которую я бы хотела вам показать с копчекайской посылки, это плед. Светло-желтый, как маленький цыпленок. Такой весенний-весенний. Он безумно мягкий и уютный. Настолько мягкий и уютный, что я сразу поняла, нельзя показывать этот плед нашим кошкам. Иначе они его сразу же используют под свое убежище и домик. Потому что они любят греться под покрывальцами нашими мягкими. Но это мягче всех, которые я когда-либо трогала. Оно такое мягкое. Оно тонкое с одной стороны, а с другой стороны очень мягкое. И именно не пушистое, а мягкое. Как вам еще передать словами, насколько это классно. Я бы украла его у Влады, но она уже его себе забронировала. Поэтому придется только, когда буду приходить в гости, укрываться и пользоваться этим прекрасным мягким пледом. Ну вот и все. Мы с вами коротко, быстро и ясно разобрали обе рождественские посылки. Мне все очень понравилось. Я знаю, что все это съестся, все мы будем пользоваться. И это очень здорово. А вас я хочу еще раз поздравить с прошедшим Новым Годом, Рождеством, со Старым Новым Годом. И пожелать вам отличного года в золотой собаке. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо, что были со мной все это время. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, а также пишите в комментариях или в сообщениях, какие видео мне еще снять для вас. С вами была я, Яна Роял. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Всем моим зрителям огромный привет. Меня зовут Яна Роял. И если вы смотрите это видео, значит, вы находитесь на моем канале. С таблетками, свечками, с выгравированными снежинками, с выгравированными... С таблетками, с выгравированными снежинками, с выгравированными снежинками. С таблетками, с выгравированными снежинками, с выгравированными снежинками.